Сегодня у нас видео для тех, кто часто путешествует и не хочет оставлять свой дом без присмотра. Здравствуйте дорогие друзья! Вы находитесь на канале Made in China или Сделано в Китае. Я как обычно получил новую посылку, сейчас мы ее с вами вскроем и посмотрим что находится внутри. Если же вы до сих пор не являетесь подписчиком моего канала, то рекомендую сделать это прямо сейчас. Впереди вас ждет очень много интересных роликов, а также нажать на колокол и выделить все. А перед тем как начать небольшое объявление. Почти в каждом ролике своего канала я провожу конкурс, подробности которого вы сможете узнать если досмотрите этот ролик до конца. Итак друг, как я сказал только что, в данном видео мы разберем топ 5 умных сигнализаций для вашего дома. И начнем мы наш сегодняшний топ сигнализаций, который называется AwayWare T1. Охранная система состоит из центрального блока с сенсорной клабиатурой и подключенных к нему датчиков. В сигнализации установлены модульный Wi-Fi и мобильные связи. AwayWare 1 работает с сетями 2G и 4G через сим-карту. При обнаружении опасности центральный шлюз может вызвать до 5 телефонных номеров и отправить сообщение с предупреждением на 3 номера. В добавку к этому срабатывает звуковой сигнал из встроенного блока динамика через любую отдельную сирену. AwayWare T1, как и почти все модели в этой подборке, работает на базе платформы Tuya для объединения умных устройств в интернете вещей. Чтобы управлять сигнализацией, нужно остановить на смартфон под Android или iOS приложение Tuya Smart, либо Smart Life, того же производителя. Через эти программы получится следить за оповещениями, настраивать номера для связи, составлять расписание включения и отключения, а также разделять группу сенсоров на разные зоны, на 200 областей, в квартире или в доме. Также в комнатной сети можно подсоединить гаджеты Amazon Echo, Google Home и устройства Яндекса. В панель управления, помимо динамика, встроен микрофон. Его можно использовать для чрезвычайных звонков близким из квартиры или для ведения переговоров с обнаруженным грабителем. В комплекте поставляются датчики открытия окон и дверей, инфракрасный социалов движения для установки в комнатах, RFID-ключи для деактивации сигнализации и пульта управления. Оповещение о нарушителе срабатывает при отсоединении от стены главной панели или отключении датчиков. Набор отличается количеством сенсоров коробки. Вариантов есть камера видеонаблюдения. Кроме того, отдельно можно заказать дополнительную сирену с красным сигналом и беспроводную панель управления для установки на улице. Сенсоры других производителей совместимы с данной моделью, если поддерживает TUE Smart. Для датчиков понадобится отдельно приобрести батарейки. Как и в остальных системах, которые я расскажу чуть позже, шлюз работает от электросети. В нем есть и аккумулятор на несколько часов резервного питания. Ссылку, как обычно, вы сможете найти в скрытой части в описании под этим видео. А если вам нравятся атмосферные игры, то рекомендую посетить YouTube канал Метрофан. На этом канале вы сможете посмотреть прохождение абсолютно всех частей постапокалиптической вселенной метро, а также узнать все самые главные фишки, где находятся трофеи, посмотреть шикарный летсплей, узнать, где найти все тайники и пройти побочные задания. Очень рекомендую посмотреть этот новый канал и на него подписаться. Вариант номер два – это Stanyo E800. У этой сигнализации есть блок с полностью сенсорным направлением на 4,5-дюймовом дисплее, а также, в зависимости от комплектации, разное количество инфракрасных датчиков движения и определение открытия оконных дверей. Кроме того, прилагается сиренный пульт ДУ для активации и деактивации охранной системы. Настройки комплекса есть не только на главном экране, но и в приложении TUE Smart и Smart Life. Отдельно можно приобретать дополнительные датчики, которые способны работать в этой же экосистеме. Сенсоры газа и дыма, беспроводные дверные звонки, камеры наблюдения, сирены и прочие гаджеты. Stanyo E800 может звонить на память номеров и на них же отправлять сообщения об опасности. Для связи применяются Wi-Fi и сети 2G. Вариант номер три – это Away War 106. Это охранная система, похожая на предыдущую. У нее есть 4,5-дюймовый сенсорный дисплей для настроек, поддержка Wi-Fi или 2G, совместимость с TUE. Но основной блок еще и работает на RFID ключами, для деактивации сигнализации. В комплекте их два. Для отключения достаточно положить один из них к углу шлюза, соответствующий надписью. Кнопка SOS активирует сигнал опасности. А Away War 106 связывается с пятью телефонными номерами. В наборе можно заказать датчики движения и открытия дверей, беспроводные и проводные сирены, определители утечки газа и дыма, а также камеру видеонаблюдения. Пульт активации прилагается во всех случаях. Вариант номер четыре – это сигнализация PGST, PG107. Система с сенсорным экраном и работает на экосистеме TUE. Также поддерживает Wi-Fi и 2G-сети для связи с пяти номерами. В комплекте можно заказать сенсорное открытие дверей и окон, датчики движения, пульт АТУ, проводную сирену, беспроводные дверные сфонок и камеру наблюдения. Также сигнализация поддерживает RFID-ключи, которые уже есть в наборе. Также рекомендую посетить нашу группу ВКонтакте, подписавшись на которую, вы точно не пропустите все самые интересные распродажи и скидки на сайтах Алиэкспресса не только. Еще в этой группе я провожу розыгрыши интересных призов, совместные с нашим YouTube-каналом Made in China. Переходите, подписывайтесь и вы точно не пожалеете и не пропустите интересные новости. Ну и вариант номер пять – это Kirui G18. Сигнализация Kirui немного отличается от тех, о которых я говорил ранее. Она работает с собственным мобильным приложением. Для заказа доступны две версии – с поддержкой Wi-Fi и 2G, либо только с 2G-модулем. Система умеет вызывать шесть номеров и отправлять сообщения на три из них в случае опасности. Доступны датчики движения и открытие дверей и окон. Проводные и беспроводные системы. Культа ДЛУ, сенсоры дыма и утечки газа. Внешний беспроводной блок с клавиатурой. Кроме того, в наличии есть два вида камер наблюдения. Для установки внутри помещения и модуль с улучшенной съемкой в темноте для улицы. Как я говорил раньше, все ссылки на данные системы сигнализации находятся в скрытой части описания под этим видео. Так что переходите, выбирайте и при языке не забывайте пользоваться сервисом Детишопс, при помощи которого вы сможете сэкономить большое количество своих личных средств, а также получить очень хороший кэшбэк. А если вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе, то вам надо сделать всего-навсего несколько вещей. А именно, поставить лайк в видео, которое вы смотрите, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокол. А также оставить комментарий. И в комментарии не забудьте оставить свои контактные данные для связи. Как только этот ролик наберет 300 лайков, я рандомно выберу трех победителей, которые получат по 100 рублей. Также рекомендую смотреть мои прошлые ролики, там вы найдете огромное количество интересного контента с распаковками и тестами. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. И напоследок пожелаю вам всего самого наилучшего, а также счастья и крепкого здоровья. До новых встреч в следующих роликах. Пока.